2 мая у меня был день рождения как раз на этой же неделе еще был день рождения карла маркса 200-летие фридриха ангельса требуем пересмотреть велюровый карантин это такое себе глобальное противостояние рошен и контик разумков скандалил с алексеем гончарин плавать я это достаточно дорого дороже чем лететь самолетами это очень новость из черта не огнем и мечом игра престолов его девушка у них гражданские отношения не потерять трусцы картошки и кривой рог на это китайская сеть винны чанин знайшов давнерусский спис 10 12 столетия и куловным свиной он придет и порядок порядок чем отличаются политологи от политехнологов они ходят в разные рестораны нарушают карантин де факто де юре и де вилюре чистый английский юмор доброе утро наши зрители мы хотим всех сегодня сердечно поздравить 70 75 годовщиной дня победы пожелать крепкого здоровья всем ветеранам всем кто до сих пор может отпраздновать этот день возложить цветы поздравьте своих близких потому что благодаря этому дню наверно во многом мы сейчас и можем присутствовать в этой студии и это праздника жизни конечно так или иначе потому присоединяемся поздравляем плюс еще хотел сказать что как всегда нам помогает и проснуться и взбодриться даже в этот день наше прекрасное кофе эль кофе спасибо за эль кофе за этот кофе да наш сегодня звездный гость кость бондаренко так но раз у нас сегодня день победы то начнем с этой праздничной новости потому что у нас на карантине все мероприятия по отменяли праздничные да только индивидуально по городам там мэры придумывали какие определенные акции там фишечки там на балконах петь или там индивидуальные автопробеги устраивать а вот в беларуси лукашенко не отменил парад на 9 мая из-за коронавируса ковид-диссидент да как вы как вы к этому относитесь ну как в беларуси вообще там свои правила свое отношение к коронавирусу свое отношение к заболеваемости как говорил лукашенко а жрать то что своя атмосфера кстати она мне очень нравится я очень люблю беларусь очень люблю беларусов у меня как с детства очень такое нежное трепетное отношение к беларуси там мой дядя свое время жил в гродно и меня там моя крестная живет до сих пор у меня очень много родственников беларуси хотя беларусов как раз именно этнических у меня в роду никогда не было вот так что вот и я там часто бываем с детства мне привозили книги на белорусском языке то есть можно поковыряться не только в генеалогическом древе но и генеалогических клубнях да да хотя на самом деле вот когда я воссоздавал свое генеалогическое древо так вот именно в начале 19 века вот беларусы как бы там пробегали я помню в 2005 году после оранжевой революции тогда была популярна тема что тем кто найдет генеалогическую связь между виктором андреевичем ющенко и гельмином сагайдаченко ему сразу давали академика наук нет почему же ющенко официально считает что он является потомком последнего кашевого запорожской сечи колнышерского да так что хотя хотя данных о детях и потомках колнышерского нету как бы прямых потомках но все равно если вы хорошо рисуете то можно конечно помните романовы когда-то считали что у них в далеких-далеких потомках они были потомки цезаря это абсолютно нормально было для для позднего средневековья раннего нового времени когда все выводили там поляк себя от сарматов там как вы думаете вот соберет александр григорьевич и у себя президентов разных государств вряд ли уже и путин и зеленская отказались вот приехать кто приедет еще мне очень сложно представить но при этом в беларуси свои происходят сейчас процессы там очень сложные процессы очень интересные это же ну по телефону лукашенко публично мне кажется такой-то был троллинг когда она все пригласила зеленского на парад потому что украина недавно в лице нашего министра национальных дел куле мы подписала европейские санкции против беларуси да что там украина присоединилась к санкциям которые были введены 2004 году вот уже все забыли давно относительно чего эти санкции чтобы не присоединилась да вот украина там вот такое ощущение что где-то там нашли какой-то документ ой боже о чем мы еще с 2004 года его не подписали подождите это же называется украинского блескавычная реакция попала к лимкина уже на должности нет но дело его живет может быть мага ходила по миду все годы и вот наконец-то она достигла но реально реально на самом деле это было самое глупое решение которое могло принять украинское правительство в еще просто шредер не заживал так именно кстати насколько я знаю зеленский официально аргументировал тем что не поедет на парад тем что у нас карантин и он во время карантина никуда не ездит ну да тем более что вот вы же понимаете на месяц пропасть из радаров зеленский не может вы понимаете он приедет на территорию беларуси он две недели должен отсидеть на карантине потом вернется обратно две недели должен сидеть в карантине ну как-то он бы с собой мог взять еще и святослава вакарчука тут бы там еще пару концертов в беларуси они не запрещены присоединился к минской контактной группе тоже ну вот ну а вообще кстати в беларуси я вот смотрю как и в украине этого порядка 14 тысяч зараженных коронавирусом вот на и лукашенко продолжил дальше свои афоризмы сказал что лучшее средство от болезни это картошка и трактор да вот и все да там все на работу еще одно изречение лукашенко вот это связи с коронавирусом он сказал о том что вообще целуетесь с одной женщиной целуетесь там это самый к другим не ходите мужики будьте мужиками потерпите хотя бы один месяц да ограничение на государственном уровне представляете как бы но не то что некоторые да как вот у нас есть прекрасная новость еще так называемый автор локдауна в британии главный эпидемолог который посоветовал всех закрыть да а сам встречался замужней женщиной который муж которая подозревает что он был болен на коронавирус в полном нарушении всех всех своих же предписаний все они являются тоже живыми людьми со своими же слабостями и не делайте как мы вам говорим делайте как мы делаем этих героев кстати помимо дня победы и в этом году еще испортили и день солидарности трудящих да вот у нас есть даже картинка с 1 мая безработные товарищи ну день международной солидарности трудящихся вот соответственно трудящиеся без работы могут выступать за свои права на самом деле все не так вы чувствуете что государство на самом деле обещало что все станут предпринимателями что все станут самозанятыми и мы же все самозанялись правильно же в принципе нас организовали все хорошо надо следующим шагом пойти в налоговую зарегистрировать спдшку какую-нибудь и налоги платить и все дома сидишь занят все хорошо я вообще большая несправедливость с этими вот именно с этим карантином вот 2 мая у меня был день рождения как раз думал где-то и думал где-то отпраздновать вот прочитал что единственный открытый ресторан то велюр вот позвонил мне отказали наверное просто потому что в этот день праздновал день рождения баканов не знаю я думаю что вы скажете что денег не хватило что у вас вот карантин вы хотели но велюр как-то дороговато все-таки там 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 для партии власти там для избранных а у них наверно скидка просто корпоративная знаешь вообще слово трудящие но как-то зеленый тариф такой да опять-таки же приюченко обещали 5 миллионов рабочих мест создать в одни руки на самом деле у нас подождите у нас уже были саша боровик на роликах гончарук на самокате ждем теперь кого-то на моноколесе на скейте каком-нибудь на гейтборде но он должен как бы это эволюция какая-то есть еще вот эти вот как потом летающие вот эти вот кстати про полеты оказывается на 1 мая наконец вернулась знаменитая девочка собачка которую зеленский не смог эвакуировать суханя все-таки собачку выпустили да она может на собачке просто принесла я дома да придет время я соберусь с мыслями и отдохну я расскажу вам историю о том как мы вернулись домой а сейчас я наслаждаюсь оливье шашлыками пловом и селедкой под шубой всем хороших майских праздников мир труд май то есть нарушая карантин ну нет она может гулять она с собачкой дама отдавала багаж диван чемодан картина корзину картонку и маленькую собачонку получается не было ни оливье не шашлыков не плова не сильно приходилось приходилось питаться они делают теперь хорошим новостям в черкассах почти полностью отменили карантин вот и у нас почему вы до сих пор здесь главное вы то почему здесь и вы то можете приехать на правах вообще мэра города сказать здравствуйте я его там брат сватку родственник ну просто не уточняйте удобно фамилия такая же фамилия я не думаю что некоторые даже не знаю как их мэр выглядит просто если я думаю что большинстве городов не знают как выглядит мэр а некоторые люди их процент достаточно высок не знают как выглядит президент очень хорошо сошли вот визуально образ мэра вам подошел бы кстати это же ответственность они же меня начнут сразу спрашивать о дорогах канализации о посадках но вы там расскажете я расскажу про посадки пришла весна а где посадки ну вот наш этот брюс уиллис местный черкасский как он там вообще что он творит сейчас у нас есть видео кстати режиссер откроет видео как мэр черкассы ваш однофамилец уже начал угрожать зеленскому добрый день украина я мисский голова черкасс той мисский голова якому президент передавал привителю я находился как раз в том месте в центре украины на аллее где впервые пан зеленский заявил что будет баллотироваться в президенте как раз это началось с черкассы и я коротко хочу сказать пане президенте я думал что когда вы переможете в краяне будет закон один для всех прийде весна на зелено и будем осаджать тихо не міських голів а корпсионеров я думал что вы будете садить за кнопкодавство я думал что вы будете садить своих соратников за волюр и вы знаете мы готовы отвечать но только после ваших однопартийцев а сейчас как в том фильме про крим черкассы будут чинить опер запамятайте черкассы вольное козацкое місто якщо потрібно об'єднати Україну ми об'єднаємо Україну и пам'ятайте ніхто в житті не здолав черкассу не здолав холодний яр не здолав дух Богдана Хмельницького Тараса Шевченка пам'ятайте це вот что здесь Тараса Шевченка ну Тараса Шевченка бунт на корабле нет это называется как в том анекдоте говорит зеленая атаманщина никто не мог словить говорит нет просто никому был не нужен да в 54 году когда было принято решение об образовании Черкасской области вот туда решили собрать все исторические территории скажем основные исторические территории с которыми связаны Богдан Хмельницкий Тараса Шевченко и прочие скажем иконы украинской истории вот и это область создавалась к трехсотлетию воссоединения Украины с Россией это было специально специально такое действие поэтому и апелляция сейчас тоже идет Богдану Хмельницкого Тарасу Шевченко и к прочим деятелям привязанным именно к Черкасской области область бабушкина лоскутное одеяло да слепили а сделали частично чуть-чуть взяли от Полтавской области чуть-чуть взяли от Киевской области и сделали Черкасской области первоначально хотели сделать и Уманская но потом там большое скопление областных центров на одном пяточке в центре Украины было не Комельфордпус это поэтому центром сделали именно Черкассы тем более Черкассы были на Днепре стратегический центр да но это уже не только вы не захотели идти в велюр вот не нравится еще и плавам городов вот они тоже бастуют вот не ходят на самом деле Черкасс очень приятный мягкий и очень теплый город и соответственно вот но то что сейчас мы наблюдаем это скорее всего можно оценивать только сквозь призму приближения выборов местных выборов и соответственно мэры сейчас будут танцевать лесгинку кто бы что гораст и их бы понравится самое главное что я помню как месяц назад этот же мэр рассказывал что вас надо всех закрыть да полиция следите загоняйте всех в дома локдаун сплошной что-то такой неосталинский я бы даже сказал да попытка играть в такой стиль а тут уже теперь он такой освободитель это просто боевой гопак понимаете в определенных случаях надо поменять просто концепция поменялась кстати насчет велюра если все-таки не получится ходить туда пообедать то у нас тут на выходных воскресенье предприниматели на банковые устроили благотворительный ланч просто это такая акция протеста форме пикника участники митинга требуют от властей позволить открыть летние террасы кафе и ресторана во время карантина они вынесли столики на улице банковые ну вот социальная дистанция подождите подождите я вам сейчас музычку включу а если говорить серьезно то когда когда подняли всю вот эту бучу вокруг ресторана велюр вот ну понятно что за всем этим еще стояло и желание отдельных лиц в той же слуге народа утопить тищенко как кандидата в мэры вот потому что например точно также журналисты заметили что открыт ресторан например монтеки капулете который принадлежит турчинову вокруг этого как бы скандал не очень-то смотреть велюровый карантин конечно по названию лучше да вот карантин в стиле монтеки капулете самое веселое что я слышал это теперь есть де-факто де-юре и де-велюре де-велюре это прекрасно что-то среднее монтеки капулете это просто итальянская тема там верона а маваков любит это со со рента то есть предыдущие власти они что-то итальянское это любили стилистику вот а нынешние они как-то больше в пафос ударили последние пять-шесть лет это у нас конкуренция двух типов ресторанов грузинских и итальянских вот японские уже все понятно что это все в результате как квинтэссенция это вот это столкновение авакова и саакашвили в основе там все всего это же ресторанный бизнес итальянские рестораны японские все потерялось как технологично саакашвили уже представители итальянских ресторанов подвинули точно также как по большому счету майдан 2014 года это такое себе глобальное противостояние рошен и конти это ялтинская конференция как бы это выглядело сейчас если титульный спонсор как говорил шариков а где я буду столоваться мы открыли реальные движущие силы украинской политики вот они метро в киеве про велюру пока метро в киеве других городах открыть не раньше конца июня вот так вот поэтому еще вопрос как в эти рестораны ездить ездят в метро они не станут а потом закусом на такие копыла хотя может после того как принесут счет остается только ехать после переносит тебе счет ты вызываешь официанта на дуэль и говоришь в нашей семье не платят и все можно вас там что-то помыть сначала так бросить перчатку в лицо а потом пойти забрать и помыть ну вызвать официанта на дуэль это согласно дуэльному кодексу официант должен принадлежать благородным кровям либо жить дворянам все меняют виды деятельности поэтому сейчас главная горят шутка после карантина вспомнить где ты работаешь вообще как по городу передвигаться серьезно ну как ну ты как передвигаешься скажи силы мысли наверное пешком иногда добрые друзья подбрасывать продажи велосипедов тоже возросли главное при беге трусцей не потерять трусцы между прочим как раз мы вспоминали о беларуси беларусь буквально год назад начала очень активно искать контакты в украине с тем чтобы развивать здесь именно производство велосипедов поскольку у минске у них свои велосипеды очень хорошие ценится и в европе в том числе вот и здесь не оказалось желающих как бы кому они не обращались как-то велосипеды нас не заинтересовали собственно производства то есть велосипеды украины на которые зеленские если в сериале они уже не популярны нет нет когда-то когда-то я помню начале 90-х годов в одном из журналов была такая шуточная картинка велосипед украина так вот известный велосипед качество харькова изготовился вот и надпись украина для украинцев тем временем верховной ради тоже начали нарушать карантин спикер и вице-спикер раскритиковали нардепов которые пришли в раду без масок особо она на орехи досталась депутату от голоса соломей бобровской которая выступала с трибуны парламента без маски ходила по залу без маски и собственно получила нагоняй вот видите даже власть имущие уже начали выходить из карантина можете просто-напросто маска которая которая и выдали может не подходила там по цвету киеве это тоже просто ковид-диссиденты как сказал алексей ковид-диссиденты есть же всегда нарушители у нас еще есть видео нам сейчас покажет за режиссер как разумков скандалил с алексеем гончаренко вот сейчас мы посмотрим потому что алексей еще и предстоит какой-то план развития киева одессы сломала вместо маски он еще и он еще и он все почему а все потому что алексей еще и представил какой-то план развития киева я понимаю некоторых депутатов в том числе алексея маски просто если вы заметили большинство масок 90 процентов их они бело-голубого цвета поэтому это политически не грамотный цвет а он как опытный регионал ну зачем зачем вы решить бередить старых а он то понял это конечно кто-то не понял а ну все заметили и но это будет очень интересно конечно если у нас мэрские выборы и сюда еще добавится алексей гончаренко нато это будет такой у нас набор забег еще не начался а кандидаты уже ходят и выходят кого-то топят до когтищенко как это все потому что он обещал какой-то метро на троечино за два года построить так еще не вечен теперь на самом деле достаточно просто обещать открыть я просто открою метро даже не на троечино просто 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 потому что мне кажется из того что я слышу да то хорошо если у нас в средине лета метро откроется это при том что ни в одной европейской стране метро не закрывали дай бог чтобы тарифы остались те же не устойчиво кстати это да дело в том что вот вчерашнее заявление министра иностранных дел кулеба о том что на протяжении лета не будут открыты авиарейсы при том что уже активно торгуют билетами как-то тоже возникают вопросы так самое интересное что влететь в украину дешево а вылететь отсюда дорого кириллу то я думаю уже прикупил билеты помните был такой фильм карена шахназарова назывался город зеро это в 80-е года снят он был конца 88 году так вот там суть этого фильма о том что существует некий город который можно въехать но выехать оттуда невозможно человек который пытается выехать обратно постоянно возвращается у нас иногда литература бывает сильнее жизнь когда и просто тот момент шахназарова еще не ходил на политические ток-шоу это правда хорошим журналистом кто-то был когда-то хорошим спортсменом пока не попали хорошим певцом главное что танцов неизменно остаются хороши согласно ввоз коронавирус может задержаться на два года пока две трети человечества не получат иммунитет вот что нас пугает блумберг со ссылкой на исследование центра по изучению инфекционных заболеваний при университете миннесоты вы знаете на самом деле это же вопрос очень очень субъективным то есть как вводили субъективно и волюнтаристки подходили к вопросу коронавируса введение карантина да относительно коронавируса так точно также будут и выходить я не исключаю что в один прекрасный день вот вдруг все правительства мира скажут у нас все хорошо все пошло на спад все выздоровели вот умерший воскресенье проведут сами g20 решать что уже пик пройден всем спасибо все свободны возвращаемся интересная история что трамп пытается сейчас эту всю историю до превратить в то что это китай где-то там что-то разработал забросил какой-то большой глобальной встречи появится такая кнопка будет написано ковид офф нажал и выключил все-таки трампа выбора ему нельзя это или помните как когда случайно когда хиллари клинтон стала руководитель госдепартамента они хотели с россией показать и вместо слова перезагрузка написали перегрузка вы знаете какое большое количество китайцев этнических китайцев составляют процент избирателей демократической партии соединенных штатов китайцы живущие в соединенных штатах голосуют в основном за демократическую партию поэтому сегодня образ врага в лице китая это плюс ко всему мобилизирующий фактор для электората электората республиканцев вообще заметили как они сейчас объединились британия штаты канада австралии уже поперли на китай по полной это правда требует это репарации на этом фоне понятно же что штаты заинтересованы в том чтобы вывести такой искусственный офсайт или же сделать своими союзниками россии вот россия уже перестает быть таким себе врагом вот рафинированным врагом таким вот а превращается просто либо попутчика либо в нейтральную страну либо союзника потенциального главное чтобы не допустить союза россии с китаем не будет у нас никакого уханьского чаепития а у нас может быть все что угодно особенно когда посмотреть на фигуру нового посла соединенных штатов в украине кейта дейтона соответственно вот он будем не просто а тут не вопрос демократа военный атташе был москве да именно связано это больше с демократическим лобби штатов нет на самом деле это связывает дело в том что представители разведсообщества они обычно стоят в стороне от этих всех и время отремени вступают некие контакты то с демократами то с республиканцами зависимости кто у власти а что касается дейтона то на самом деле он же на протяжении почти десяти лет возглавлял известный центр маршалла который раньше назывался русским институтом русский институт в гармеш партенкирхен в баварии хорошо а украине что ожидать в результате англо-сакско китайского нет а украине что фактически гармеш партенкирхен это центр диверсионных операций центр шпионажа и далее в восточной европе перемещается на две тысячи километров восточнее как говорил лукашенко будут перетрахивать перепроверять перепроверять еще раз да то есть украина превращается дальше остается плацдармом американских для американских целей в восточной европе и это касается не только россии вот ну и если раньше украину можно было украина могла гордиться тем чтобы стратегические партнеры теперь это украина превращается в огромное пуэрто рико не но но пауэрто рико сейчас требуют чтобы им же там как-то дали штат у нас тоже есть куча и мы дали по ней резко да подожди давай и просто вернут в качестве подарка и все может быть тогда и в украине стоит создавать что-то наподобие не знаю движения за 51 штат а уже есть появится саакашвилин говорит что если не только два штата джорджия но он еще и украину готов после пауэрто рико мы следующем побороть всех барыг и врагов реформы то есть только 53 может быть 53 перспективка до грета тунберг перечислила в детский фонд он 100 тысяч долларов для борьбы с пандемией коронавируса у меня только один вопрос откуда у нее эти деньги там на самом деле интересная схема грета тунберг получила сначала от этого фонда а потом туда же перечислила вы знаете существует фонд греты тунберг который соответственно грета тунберг собирает большие пожертвования в мире плавать на яхте это достаточно дорого дороже чем лететь самолет и нужно на поездах ездить на поездах но экологично дорого но экологично зато на грета рада самолеты не летают да и беда дельфины плавают дельфины и мечта на самом деле сбылась конечно вот вот все когда предназвестник она просто оплатила мечту сказала спасибо удовлетворено какая блестящая карьера кстати когда-то назывался город учань и где даже начинался в китае революция в десятых годах а алексей раз мы зашли за фонды и за финансы то хочу сказать нашим зрителям что у нас есть компания финстрим это инвестиционный сервис на развитие малого и среднего бизнеса в украине клиенты компании могут получить от 8 миллионов гривен на очень лояльных условиях а инвесторы стабильные высокие дивиденды так что финстрим всем в помощь так что карантин не приговор кстати кому нужна помощь так это украинским медикам потому что на этой неделе прошла акция протеста работников скорой помощи ведь им обещали свое время там по 300 процентов над бабочки да а по факту вот не более 1000 гривен получили некоторые по 600 и даже есть видео сейчас мы его покажем алексей гончаренко что же наводина работа на скорой помощи действительно медицинское образование так что я не только так что но на самом деле на самом деле то что что происходит сегодня с медицинской отраслью ну это действительно действительно отвратительно вот если у нас на сегодня на повестку дня выходит именно вопрос борьбы с коронавирусом если коронавирус становится реальным врагом номер один фактически я считаю что необходимо было пересмотреть именно в первую очередь военный бюджет и необходимо было именно отчисление из военного бюджета пустить в медицинскую отрасль. Это было бы справедливо и это было бы правильно. И общество это на самом деле приняло бы. Ну, наоборот, когда голосовали, извиняюсь, бюджетом, набросили там нацгвардии, что-то и дело, да. С полицией. Очень медики, кстати, массово увольняются, не только в связи с угрозой коронавируса, но и в связи с финансовыми проблемами. И у медиков есть не только финансовые проблемы, но и юридические. И наши партнеры, как раз адвокатское бюро «Баристерс» вспомогают медикам в непростое карантинное время урегулировать эти вопросы. Они делают свою работу бесплатно, поэтому обращайтесь. Если вы стали заложником такой ситуации, у вас есть надежные друзья и могут решить вам вот эти вот сложности. Медикам же обещали доплату-то и приняли даже на законодательном уровне. И президент подписал. Получается, слабое звено это правительство, которое... Да, знаете, у российского барда Тибуро Шауова есть песня «Товарищи ученые», там есть такие слова, «А вы, бедняги, просите его превосходительства. Хозяин, дай нам денежку, пошли хоть медный грош». Конечно же, берите же, вам говорит правительство, а вы ему так нет уже, а оно вот так а то же. А Джоан Роллинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в годовщину битвы за Хогвартс. Битва за Хогвартс, это как битва при Ошане. Да, состоялась в этот день, в 1998 году. Ну вот, видите, битва-то фейковая, а миллион фунтов-то настоящий. Это правда, но дело в том, что сейчас вот эта постправда, она предвидит то, что неважно, было событие или не было, главное, чтобы в него поверили. И, соответственно, как существуют миллионы толкиенистов, которые верят в некое Средиземье, скажем так. Точно так же есть те, которые верят в битву при Хогвартсе. Я на самом деле не удивлюсь, если через лет 15-20 мы этого учебника в истории увидим. Где-то там битва при Хогвартсе. Один мой знакомый, историк, точнее, не историк, журналист известный, он сказал когда-то фразу. Сказал, я не удивлюсь, что если через поколение молодые люди будут верить в то, что на самом деле Гитлер не покончил жизнь самоубийством в апреле 45-го года, а что его в 44-м году взорвали евреи в Париже в опере. Так что помните, без славы. В основном фильме «Атлантида». Да, конечно, да. Или он доживал в Атлантиде, в Антарктиде, что-то там строил. В Лутинской Америке. Но это, знаете, на этой же неделе еще был день рождения Карла Маркса. 2002 года. Ты отмечал? Конечно, да. 202 года, да. Ну как вот, если идеи владевают массами, то это стоит материальной реальностью. Дело в том, что была более круглая дата, 150-летие со дня рождения Ленина, 22 апреля было. А теперь еще ожидается и 200-летие Фридриха Энгельса. Так что в этом году именно такой коммунистический. Мы даже шторками подготовились. И на этой неделе еще было день рождения Зигмунда Фрейда, как всегда, он после Маркса. Маркс 5 мая, а Фрейд 6-го. Вот такие вот были у нас. Да, кстати, про известных людей. Премьер Британии, он же Борис Джонсон, решил назвать своего ребенка в честь двух врачей, которые лечили его от коронавируса. Он теперь будет называться его сыном Уильфредом Лори Николасом. Я бы еще добавил туда вначале сэр. Ну, пока еще не сэр. Видите, как раньше на Кавказе называли детей догнат и перегнат. Как и нас победить и вылечить. Просто странно, что он не назвал его как коронавирус и дальше все остальное. COVID-19. В свое время в Туркмении был министр ковровой промышленности. У них есть такая промышленность. Имя у которого, я не помню фамилию, но имя у которого было Бухаммед Ильич. Я считаю, что в наших реалиях это должно быть летающей ковровой промышленности. Ну, согласитесь. Летающей ковровой промышленности или космической ковровой промышленности? Самое интересное, что это на самом деле не жена Бориса Джонсона, это его девушка. У них гражданские отношения. И она тоже, как и он, переболели коронавирусом. Так что, ну, теперь, значит, у них иммунитет. Да. На самом деле, потому что в Британии не принято встречаться с... Ну, или принято, наоборот, с замужними женщинами, как вот у доктора, да, конфис случился. Поэтому лучше перестраховаться и... На всякий случай. Перенесемся теперь географически на новую землю, да, в Соединенные Штаты. Революция в США. В штате Мичиган вооруженные люди из-за карантина пошли на штурм местного Капитолия. Вот, есть видео, сейчас мы его посмотрим. Действительно, это «Выпустите нас отсюда» называется. А тут... Они наоборот хотят войти. А тут «впустите». Просто вся разница, знаешь, как бы, между континентами. Одних выпусти, других впусти, и все. А так... Так и кадры 14-го года, может быть, даже. Это все избиратели Дональда Трампа, на самом деле. Да. Ну, вот. Видели второй поправки. Да. Ну, одним словом, я думаю, что, в принципе, это показывает, что нынешние выборы в Соединенных Штатах были самыми веселыми в истории. А вообще там пойдут какие-то эти отцентровые движения там? Кто референд на во Флориде? Куда уже за Калифорнию обладают? Там Техас есть. Вы знаете, в свое время Хилари Клинтон, когда была госсекретарем, это же был скандал, когда в ее рабочем графике, так, зарубежных поездок, значилась поездка в Техас. Я думаю, в Госдепе там известные эксперты, они так говорят, Техас, а это что? Республика Техас? Если раньше как-то на север-юг делилась, то сейчас условно можно разделить на вот это вот, то, что возле океанов, да, и Брежняя полоса, и вот этот центральный железный поезд. Не так давно в Госдепе был скандал, что они, вот одну из стран из мира, вот этого сериала известного, который был не огнем и мечом, а... Игра престолов. Игра престолов, да, а вот название из этой страны они поместили как одно из иностранных стран. У них значило, что это вот те страны, которые США признали. Ну, просто зима близко, вот и все в порядке. На драконах туда полетят. Да. В свое время министр иностранных дел Польши, бывший Витальд Ващаковский, выступая на пресс-конференции, сказал, что у него предстоит целый ряд поездок, в том числе поездка в государство, не существующее государство Сен-Искобар. В Кракурии, да. В Польше по поводу этого было большое количество мемов, значит, в интернете, даже песни сняли там про Сен-Искобар. Ну, наверное, в Колумбии, да, где-то, да? Нет, он на самом деле попутал, он должен был ехать в Сен-Китс и Навиц. Ну, а случайно. Похоже, да. Нет, но вот эти протесты, да, я видел, что часть сторонников демократа вообще называли вот этих линий, говорят, террористы пришли в Капитолию, пытаются захватить. Нет, так это понятно, что в преддверии выборов сейчас все поделятся террористом республиканцев и террористом демократов. Нет, нет, и гражданское общество, ну что ж, конечно. Гражданское общество, это уже так, это же вы понимаете, что... Это в Европе. Да, нет, не только в Европе. Нет, вы же понимаете, что смотря с какой точки смотреть зрение, вот, условно говоря, если вы республиканец, и близкие вам люди, вот, захватили какое-то помещение, то, соответственно, с точки зрения демократов они будут террористами, с вашей точки зрения они будут мирными... Протестующими. Протестующими. Протестующими, да, представителями гражданского общества и так далее. Как это мы наблюдали в Украине? Вот-вот. Видите, как мы тренды задаем? Украинизация американской политики идет полным ходом. Нет, так подождите, там же не только это взяли. Трамп, например, взял абсолютно на вооружение чисто украинский метод непотизма или кумовства. Он же всю свою семью пристроил. Какая? Дочку имеет. Да, Кушнера взяли сюда, сына, советника. Подождите, ребята, следующая ступень за кумовством начнется свадовству. Это же украинские реалии, надо менять немножко. Тут сваты победили кумовей, понимаешь? Вот должна быть немножко другая. Я сейчас недалее, чем вчера, предложил, вот говорю, что летом этого года, в июле месяце 2020 года, вот, у дочери Зеленского, дочь Зеленского Александра, отпразднует свое 16-летие. Вот, и в августе, как раз свое 16-летие, отпразднует сын Александр Лукашенко Николаевич. Вот, можно было бы сейчас вернуться к практике династических браков, объявить о помолке, а дальше об унии, фактически. Так, а даже какой бы союз был наметился, так может, все-таки стоило бы, я бы думал, что я хочу поехать в Минск с дочерью, так случайно, на две недели в карантин. А там уже познакомить их. Типа, у вас товар, у нас купец, вот этот вот, да? Да, так что, вот, например, в 1214, если ошибаюсь, году, была так называемая Спишская уния, согласно которой, вот, Венгрия и Польша установили свой протекторат, совместный протекторат над Галичиной, но основой этой унии был брак пятилетнего царевича Колобана и трехлетней королевны Соломеи. Вот, так что, возраст не помеха. И можно было бы взять совместную фамилию, это вообще был бы такой супер-бренд, Зеленский-Лукашенко, на всех выборах. Вы понимаете, как далеко можно продвинуться в этом отношении? Новая дипломатия, новая средневековая. Если бы мальчик родился, назвать Владимир Александр, или Александр Владимир. А если мы будем рассматривать герб родовой, то там должен быть зеленый лук, правильно? Ну, однозначно. Чиполина какой-то, зеленый лук. Я думаю, что клубень картошки и кривой рок. Рок изобилия, хотели сказать. А править они могут по очереди, у кого будет рейтинг выше. Да, кстати, да. А потом еще можно сказать, что белорусы считают, что Вильнюс – это тоже их историческая территория. Это будет следующее. Потом постепенно о Люблийской унии вспомним про Варшаву. Сколько там твоей речи посполитой? Реализовать мечту Пилсуцкого о концепции Междуморья. Конечно. Вот она и будет реализована. Вот. Твой стратегический план мы только что формулировали. Запомните, где прозвучала эта мысль. Да. Это точно. Так. Ну, кстати, про Штаты дальше. В США 42-летний мужчина пытался провести карантин на закрытом острове в парке Дисней Ворлд. То есть самоизоляция может быть и такая. Вы знаете, когда мне исполнилось 40 лет, я свое 40-летие провел в Диснейленде. О-о-о. Серьезно, да? Серьезно. И как? Ничего, вы знаете, да, так тряхнул стариной. Полетали на ковре-самолете с Аладдином и Жасмином? Ну, нет, больше бы... С министром ковровой промышленности. Это столько же там ковров должно было быть, что там целое министерство. Вот именно. Я, кстати, в Баку когда-то был в ковровом музее. Да, у них есть там прямо... Вот они собрали все ковры, которые... Там даже были ковры, которым было пару сотен лет. Вот кусочки какие-то, которые сохранились. Очень интересно. И там такой микроклимат поддерживался. То есть такой прохладный. Как в библиотеке. Да, да. Кстати, тут о грустном, скажем так. В Еврокомиссии наконец посчитали, что в 2020 году уменьшится ВВП всех стран Евросоюза на 7,5%. Это наибольшая процедура. Как с этим жить? Значит, если где-то уменьшится, где-то обязательно увеличится. У нас. Конечно, у нас. У нас как сейчас начнется... Украина вступит в Евросоюз и всем поможет. И сразу же проценты ВВП увеличатся. Ну, так и он жить. У нас для них есть куча хороших и полезных советов. Мы им предложим печатать ОВГЗ. Облигации утрененного экзайма. Абсолютно. Научим брать кредиты у международного валютного френа. А кто изобретет вакцину от ковид, мы обязательно президентскую как раз премию дадим. Пообещаем увеличить эту премию на 300%. Да. Ой, это точно. Что, закончились новости? Нет, нет, нет. Я просто наткнулся на очень смешную новость, касательно, если уже мы к местному самоуправлению. Так у нас тут наш мэр, Виталий Кричко, на неделе показывал, как он сам себе дома устраивает барбершоп. Вот, подстригается. Вот, и... Сам себе мастер-усист называется. Да. Что-то у нас просто пока оно не загружается. Ну, подожди, это же видео с Кричко, оно может немножко подторможивать. Это нормально для этого видео. Вполне, вполне хорошо. Коронавирус, коронавирус. Коронавирус, коронавирус. Не будем пугать зрителей тогда. Нет, но вы помните... Мы на ТикТоке. Подождите, ну, каждый же должен идти в свою соцсеть. Кто в Фейсбук, кто в Инстаграм, а кто ТикТок осваивает? Вы, кстати, ведете аккаунт в ТикТоке? Нет, не веду аккаунт. Не танцуете? Надо завести. Да, я еще Инстаграм в Инстаграм не завел. Тут уже Инстаграм отцвел, а вы еще не завели. Да, тут у меня на такие высокие материи. А что касается... Обама это был Фейсбук президент, Трамп это Твиттер президента, а следующий будет... ТикТок. Да. Потому что это китайская сеть. Я только хотел сказать, что это... Так что тут как бы... И самое интересное, что вот это видео у нас, как в последнее время, стал активизироваться Андрей Богдан. То есть, я так понял, что он понял, что тут сколько тищи закончилось. И он написал, а я уже знаю, кто будет наступным президентом. Не за баром. Да. Я думаю, это жирный троллинг. Раз у нас... Кто не уточнил, за каким баром просто должно быть, да? Мы же про рестораны, мы же просто за каким-то баром. У нас новый президент. Вообще-то это фото или это видео должно сопровождаться музыкой. Ляписа Трубецкова, раз мы уже так про Беларусь сегодня очень часто вспоминаем, что с твоими волосами, помните? Да. Кстати, у нас на неделе еще появилась новая 10-гривневая монета. А вот. С Богданом, я надеюсь. Пока нет. Ну, так вы знаете сколько? У нас революция. Рождение монеты, да. Это заставка Орел и Решки просто. Мне просто кажется, знаете почему? А ведь так проще. На купюрах есть номер, а на монетах же? На монетах нету номера. На штаповали? Да. А, вот, знаете, так-то... 300 миллиардов. Да. Мы еще не привыкли к купюрам 1000 гривен, а тут уже нам монету 10 гривен. Так что столько событий. Нет, это можно носить такой мешочек. Да. Подайте. Как средние века. Как средние века, да. Знаете, моя первая зарплата, официальная зарплата, которую я получил, я уже не помню суммы ее, но это были 90-е годы, ранние 90-е годы. 30 долларов. Ну, нет, меньше, значительно меньше. Около того, даже если не 8. Но это дело в том, что мне ее выдали в виде пачек по одному купону. Это еще? Нет, нет, нет. Уже, да. С миллионами, которые... Да, уже миллионы потом уже ввели, но в то время это была какая-то очень мелкая сумма. И вот я прихожу в бухгалтерию, мне ее выдают, и говорю, а что мне делать с вот этим вот всем? Ну, взяли большой лист ватмана, все туда сложили, сделали такую посылку, и я вот так пришел домой, принес свою первую зарплату. И сидите себя миллионером. И смешного. Ганчарук рассказал про свое будущее в политике. То есть у него еще есть будущее, мне кажется. Конечно. Но он считает, что есть. Я продолжу активно цікавиться тем, что я делаю в публичной политике, а точно остаюсь в публичной политике. Вот так вот. В одном предложении дважды сказал, что... Публичная. Нет, мне нравится слово публичная политика, а то есть есть еще не публичная. Ну да, есть кулуарщина. Он несколько месяцев пробыл в непубличной политике, ему там не понравилось. И он решил, что лучше публично. И политик тоже есть не публичный, а есть публичный. Да, у нас общество равных возможностей, каждый сходит с ума в меру своих возможностей. Не, ну самое главное, я думаю, что... Главное публично. Главное публично. Он действительно думает, что прямо тут все жаждут. Конечно. И прям вот он придет и... И порядок придет. Украинец попытался везти в Боснию в одной легковушке 8 пакистанцев и афганцев. Видите, все-таки предприимчивый у нас брат. А в каждом пакистанце и афганце лежало еще обязательно несколько блоков сигарет. Вы знаете, вспоминается анекдот о том, как гаишник останавливает запорожец, битком набитый людьми. Всем командует выйти, выходит 36 человек. Он говорит, вот это да. Я дам вам права, говорит, завтра. Если вы все завтра на трезвую голову сможете залезть туда же. Ну, вроде бы пришли, как-то упаковались, 35 залезли, а один не вмешается. Он говорит, а может меня там не было? Как не было, что ты там на горбошке играл? Это приблизительно та же история. На горбошке умеем. Такие магические какие-то... В качестве свадебной куклы на капоте. И это при том, что Босния далеко не самая благополучная страна. Зачем туда вообще ехать? А как они сейчас из Украины ехали в Боснию? Нет, на самом деле... Я, например, считаю Сараево самым красивым городом на Балканах. Так что мне там очень нравится. На самом деле тут конкурс на самую неблагополучную страну Европы. Тут еще и к нему будет серьезная конкуренция. Вы знаете, сколько людей едут в Украину, так почему бы не ехать в Боснию? Ну да. Министр экономики Петрашко раскритиковал систему Прозора. На одном из телеканалов он сказал, что эта система абсолютно странная. И правильно, об этом и раньше говорили. Но пока Нефедов сидел на гостаможне... Все, наоборот, восхваляли. Да, Прозоров. Подождите. Вы видели, какая у Нефедова борода была шикарная? Конечно. Он скрывал Прозор. Подождите, у нас должна быть велюровая карантин и Петрашковая экономика. Мне кажется, оно звучит... Есть такое понятие, как ее называют, ламбардсексуалы. Это люди, которые отпускают длинную бороду, ее холят, лелеют и так далее. Я считаю, что это им идет. Так а куда его пристроят? Куда эти всех юные дарования теперь? Куда им деваться? Что делать с Гончаруховым, с Нефедовым, с Миловановым? Наконец пойти учиться, получить системное образование. По-моему же, товарищ Милованов, там же какой-то профессор Питтсбургского университета. Тусковецкого. Может, кто-то из них теперь сможет школу закончить. Получить школьный аттестат. Ура, я получил школьный аттестат. А Прозору можно теперь именовать в систему борода. В Харькове полиция утверждает, что журналист инициировал свое собственное покушение. Собственное ограбление ради лайка в Фейсбуке. Видите, на что готовы люди идти, чтобы прославиться? Лайкозависимость. Ну, конечно. Да, лайкозависимость, дядь без лайка. У нас даже есть видео. Термин же есть, предварительные лайки. Или там лайкарь. Ходят, ставят лайки. Мне кажется, это уже ради лайка. Есть такое понятие «слава Герострата»? Ну, есть такое понятие, да. Пока что еще, слава богу, храм Артемида никто не сжигает. Да и храму нету. Если бы такими словами разбрасываться, многие же не закончили школу, не получили образование. Я думаю, что наши как раз зрители. Наши однозначно. А вот многие, боюсь, что власти мужчины просто не поймут. Интересно, кстати, сильно он поднял лайка, популярность этим? Индекс лайка он себе сильно поднял, да? Да. Опять-таки же, если уже про новости криминальной... Криминальная хроника, да? Как говорили на одном канале. В Логиановском СИЗО скоро появятся первые платные камеры. ВИП-камеры. Как вам новости от министра Малюськи? Ну, это такая камера, которая везде бесплатная, а у нас это ВИП. Сразу хочется спросить, они для себя уже готовят? Я не знаю, но дело в том, что после того, как камеры появились, как говорили в средствах массовой информации, сообщали, что камеры появились в раздевалках пятого элемента, то почему бы не поставить их в камеры в Логиановском СИЗО? А, кстати, он же не тащил, какая камера? Да. Именно. То есть это может быть платная камера записи? А. Я думал, как СИЗО там. ЗУ конференции, да, из СИЗО. Ну, нормально. Или как в Колумбии у Пабло Эскобара там были эти ВИП-тюрьмы. Я именно эти камеры имел виду. А потом записи. Это ж какое-то, как говорится. Можно войти там посмотреть, что творится. Да. Что там делается. В мире можно по видео позвонить куда-нибудь в зоопарк, посмотреть, как живет жираф, ослик. Да. Так тоже можно будет позвонить и узнать, как делать. А у министра будет такой огромный монитор, вот как у нас, и там будут все включенные самые интересные камеры. Ну да. И можно, кстати, потом в Фейсбуке выкладывать видео самое интересное за день в камерах. Такую подборочку. И лайки будут повышать. Это чтобы в других камерах, где нет видеонаблюдения, могли тоже смотреть. Вы знаете, сколько лайфхаков мы сегодня тут уже продуцировали? Сейчас я вам еще про лайфхак расскажу. Винничанин знайшов давнерусский спис 10-12 столетия и кулов ним свиней. Как вам такое предназначение? Отлично. Отлично. А что пропадать? Петрович, а вам какие новости вообще за неделю понравились? Вы же какую-то свою подборочку. Конечно. Топ от Бандеринга. Нет, самая такая новость, которая меня потрясла, наверное, и долго заставляла смеяться, это о том, как в Танзании ученые провели исследования, свои собственные исследования относительно коронавируса, взяли ПЦР-тесты. Причем тесты не только у 10 добровольцев взяли, но взяли еще у Козы и у Папаи. И вот у Козы и у Папаи тесты положительные. Особенно Папаи. Особенно Папаи. Каким образом коронавирус. Зато зашли во все новостные линии, конечно, ковид у Папаи. Может, это все-таки не от летучей мыши, а вся причина в Папаи? Всякая может быть. Так что я уже задумался. Или это летучая мышь, которая поела Папаи и заразилась? Когда во Франции обнаружили человека, который переболел коронавирусом задолго до Ухани. Да. Я думаю, что на самом деле надо ждать иска от летучей мыши на Папаи. И она скажет, что это не я виновата. Это во всем виновата Папаи. Адвокаты летучей мыши? Конечно. Тем временем в Лимане Николаевской и Одесской областей были замечены розовые фламинго. Так что их тоже надо проверить на коронавирус. А вдруг они к нам занесли их? В наших Лиманах вообще, в Днепровском Лимане, есть очень много гнездятся пеликаны. Например, фламинго тоже залетают время от времени к нам. Тем более в новых условиях. Знаете, когда-то я приехал в Гагу, встречался там со своим другом Гаги. Некоторые просто зрители думают, что вы там встречались с Леди Гагой. С Леди Гагой и Гагой. Так вот, соответственно, в Гаге, он мне сказал, говорит, что вообще не летают уже перелетные птицы, которые летят с Исландии, не летают уже южнее Гаги. Они здесь у нас и зимуют. Зачем уже дальше? Если температура поменялась. Я думаю, мы фламинго ждем. Наверное. Знаете, все ближе пусть к Киеву уже. Потому что я, например, видел в Киеве просто в лужах, например, уже у нас прилетают и живут утки. Да, абсолютно. Попугай. Не утки, а вот просто живут там. В Амстердаме, например, просто по тротуарам и даже по проезжей части ходят цапли обычные. Так что пристают к людям, просят покушать. Это все эксперименты Греты. Так что они не думают. Хорошо, что у нас только фламинго не едят. Это дело времени. Копье уже нашли, так что. Просто их никто не пробовал еще. А подождите, на самом деле могли же написать, что это вообще копье Лонгина или копье Судьбы. Это еще то, что оно такое простое какое-то. Это неинтересно. Это все в будущем. Все еще не вечер. В карантине, знаете, столько приходят мыслей в голову. Это уже значит роиться в мире идей. А зато Uber Eats уходит из Украины. Не выдержав. Фламинго приходит, а Uber Eats. Бизнес нерентабельный. А вот, кстати, тоже странно. А вот тоже странно. Ведь они, по идее, во времена карантина должны были заработать какие-то баснословные деньги. Их Глова просто вытеснила. Накормила. Глова, Ракета, вот эти все остальные конкуренты. Местная. Не прижился Uber. Не прижился. Вот все это агенты западного влияния. Кроме Украины, компания останавливает работу в Чехии, Египте, Гондурасе, Румынии, Саудовской Аравии и Уругвай. Как они их подбирали, непонятно. Чехия и Гондурас достаточно развиты экономически. В отличие от остальных государств. Саудовская Аравия. А, Саудовская Аравия, я предуслышал, да, Саудовская Аравия. Как там, кстати, Саудовская Аравия. Очень хорошо, вы знаете, Саудовская Аравия, да, очень понравилось. Да, съездил бы еще. Кстати, очень рекомендую. Это зеркальный мюзик-холл особенно. Да, у них, на самом деле, сейчас они намерены развивать туризм. И себе активно приглашать. Конечно, да, и приглашать активно. Вот мы съездили, например, на север страны, в провинцию Алула. Вот, там, действительно, они среди песков создали настоящую сказку. Но Мека и Медина пока закрыты для... Мека и Медина, это другое дело. Кстати, Алула как раз неподалеку от Медины. А что касается, как раз, именно в Саудовской Аравии сейчас строится абсолютно искусственный город Необ. Вот, который в 2025 году будет открыт. Это на Красном море, по-моему. Да, на Красном море. Площадь города будет превышать площадь Киевской области. Вот, это полностью технологически. У них же есть и древние города, которые еще сохраняются, но все там не живут. Да, вот именно. Я просто подписана на... Я отслеживаю, называется. Говорит, как там ваши дети, как там муж, где вы были. Говорит, откуда вы, кто вы такой, откуда вы видите. Говорит, я вас лайкаю в физике. Это вот та же ситуация. Так как у нас очень динамично программа начинает подходить к концу, то надо закончить на позитивной новости. В Германии нашли живым разбившегося 4 года назад футболиста команды Шальке. Бывший защитник немецкого Шальке по фамилии Камба считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым. Вот так вот бывает. Обнаружен. Обнаружен. Проживал в немецком регионе Рур со своей семьей. Отмечается, что футболист мог инициировать свою смерть, чтобы получить выплату от страховой компании. Ребята, кто-то ради лайков, а кто-то ради выплат. Вот такие вот, скажем, бывают даже в развитых странах курьезы. Я думаю, мы будем благодарить нашего гостя, Кося Петровича. Спасибо вам огромное. Время, мы очень рады. А в следующей передаче вас ждут очень интересные новости. Мы будем готовиться всю неделю. И вы, пожалуйста, присылайте нам то, что вам понравится, что вас особенно рассмешит, повеселит или порадует. Будем ждать ваших ссылочек в комментариях. Ну и до новых встреч. И еще раз Днем Победы всех наших зрителей. С Днем Победы. Празднуем. С Днем Победы.